В субботу свой профессиональный праздник отметили авиаторы. День гражданской авиации в Янао значит больше, чем где бы то ни было. Каждый из нас знает, что от этих людей их профессионализма и умение управлять воздушным судном, даже в самых плохих погодных условиях, зачастую зависит не только наше передвижение, но иногда и жизни. Пилоты на севере сталкиваются с очень сложными ситуациями, когда счет идет на минуты. Они спасают людей, застрявших на льдине, перевозят необходимые продовольствия и медикаменты в отдаленные точки полуострова, доставляют ямальцам почту. Ваша работа всегда была гордостью транспортного комплекса Ямала, неотъемлемой частью истории воздушного флота страны на крайнем севере. Благодарю ветеранов, пилотов, штурманов, инженеров, бортпроводников, специалистов наземных служб за преданность делу и профессии. Мы и в дальнейшем будем уделять большое внимание развитию сети авиасообщений нашего севера с другими регионами России. Субсидировать маршруты и следить за уровнем комфорта действующих и строящихся аэропортов. Дмитрий Артюхов, губернатор Ямалоненецкого автономного округа. 44 тысячи рейсов, около 2 миллионов пассажиров и почти 11 тонн грузов. С такими цифрами авиаперевозчики закончили 2018 год. С каждым годом увеличивается количество субсидируемых направлений. Сегодня прямым рейсом можно улететь в Казань и Омск, а летом планируется открыть еще два направления – Краснодар и Симферополь. Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации в рамках Года театра объявляет Всероссийский театральный конкурс, посвященный памяти жертв Холокоста под названием «Память народа». Конкурс организован с целью сохранения исторической правды, содействуя патриотическому, художественно-эстетическому и нравственному воспитанию молодежи. Принять участие в этом событии могут школьники, студенты и педагоги в возрасте от 14 до 35 лет, представив театральную постановку, связанную с событиями Великой Отечественной войны и Холокостом. Работы будут оцениваться по следующим номинациям – лучший спектакль, лучший сценарий, интересное режиссерское решение, лучшее музыкальное оформление, лучшее сценическое оформление спектакля. В финал конкурса выйдут пять коллективов. Все расходы на их участие в финале организаторы берут на себя. Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте конкурспамять.рф. О культуре и обычаях за чашкой чая. В Центре национальных культур прошла теплая встреча с представителями Марийской диаспоры. Узнать о национальных традициях из уст людей носителей этой культуры – такая задача стояла перед организаторами. Новый руководитель отдела национальных культур ЦНК подготовила интересную презентацию об одежде, украшениях, музыке и эпосе народов Марии, а присутствующие дополнили ее выступления известными фактами и особенностями отдельных ветвей этой культуры. Такая встреча прошла впервые. Представители этой народности еще ни разу не собирались по такому поводу. Но солидарны в том, что культуру каждого народа необходимо популяризировать, чаще рассказывать о традициях детям и наладить общение между взрослыми. Такие встречи с представителями разных диаспор, проживающих здесь, мы планируем проводить в течение всего года в целях привлечения внимания и сохранения культурного наследия народов, населяющих Ямальский район. О датах проведения вы узнаете из нашей странички ВКонтакте, а также из эфиров ЯТВ. Приходите, мы всех рады видеть. Клуб «Арудитов» открывает новый сезон. В минувшие выходные сразу в двух поселениях Ямальского района, в Ярселе и Сейхе, прошли первые игры сезона «Что, где, когда». В районном центре встречу посвятили двум важным историческим датам – дню снятия блокады Ленинграда и выводу войск из Афганистана. А в самом северном поселке вспомнили о творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сейхинцы вступили в интеллектуальную битву в количестве десяти команд. Наравне с представителями нескольких организаций поселка блеснули умом и смекалкой старшеклассники. Вопросы были разные, некоторые, к примеру, требовали проявить нестандартное мышление. Встреча закончилась безоговорочной победой команды «Ямалкоммуненерго», а следующую игру назначили на 3 марта. О том, как прошла игра для ирсалинских знатоков, мы расскажем завтра в программе «Ямальская параллель» в 20.00 на канале Че. В конце декабря прошлого года законодательным собранием ЕНАО в окончательном чтении принят закон номер 109 ЗАО, который регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пособия на ребенка в автономном округе. Кто имеет право получать пособие на ребенка в автономном округе? О порядке начисления и выплате? На все волнующие вопросы в эфире ямальского телевидения ответит эксперт, начальник отдела семейной и демографической политики Департамента по труду и социальной защите населения Татьяна Лепединская. Включайте наш канал в понедельник в 20 часов.